На прием записалось 6 человек. В качестве депутата Дмитрий Голубков принимает жителей уже не первый раз, но, как он сам отмечает, каждый раз для него очень волнителен. Каждый раз волнительно, потому что проблемы, с которыми приходят люди, они всегда, людей очень сильно беспокоят и всегда хочется оказать максимальную помощь, содействие, как-то решить вопрос по существу. К депутату пришли в основном с вопросами, касающимися газа. Например, заключение договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования и газификация населенных пунктов. На этот раз речь шла о проведении газа в Полушкино и Санниково. А также посетители интересовало качество работы Одинцовского отделения Мособл-Ерц. Мы сегодня встречаемся уже, скажем так, в новой приемной. Спасибо большое главе района Андрею Рубичу Иванову. Спасибо всем, кто помогал здесь делать. Пока приемной не было, мы ввели приемы здесь, в отделении Единой России. И сегодня вот люди пришли, мы, конечно, будем обсуждать те проблемы, которые беспокоят и будем стараться их решить. В этот день в местном офисе Единой России побывала и первый зампред Мособл-Думы. Один из наиболее уважаемых в нашем районе депутатов Лариса Лазутина. Мы очень благодарны, потому что она современная, доступная. Она в пределах города, достаточно удобна для всех людей. Я думаю, что сейчас и средства массовые. Я вам благодарна, конечно, узнать, что здесь и Дмитрий Аркадьевич Голубков принимает, и Оксана Викторовна Пушкина также здесь бывает, и сам глава здесь, и его заместители. То есть, в принципе, работа достаточно, сказать, такая объединенная со всех сторон. И, конечно, это нас всех очень устраивает. Дмитрий Голубков дал разъяснение по поводу всех обращений. Каждый вопрос он обещал взять под свой личный контроль. Как отмечает депутат, для людей очень важно, когда есть куда обратиться с вопросами, которые их волнуют. Голубков считает, что каждый уровень власти должен качественно выполнять свои функции, чтобы жителям было комфортно, и они знали, что их услышат, поймут и помогут. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».